здравствуйте меня зовут александр работаю в компании марио на сегодняшнем уроке мы пройдем тему диодной ленты и ее пайки как припаяться что как и с этим бороться потому что кто-то на коннекторы ставит получается косяки и она потом горит у них через три месяца начинаются проблемы вот мы взяли кусочек диодной ленты rgb шный приклеили зафиксировали скотчем чтобы она не двигалась и сейчас по стариночке будем паять припоем здесь главное чтобы флюс хорошо прожарил этот флюс который там находится главное чтобы он хорошо прикрепился к этому так вот неудобно все это делать очень печально но результат есть теперь мы будем использовать пасту механик паяльную будет сейчас два варианта показаны с помощью паяльника и с помощью фена это выглядит теперь мы берем наносим пасту пасту уже содержит флюс теперь берем паяльничками здесь чуть-чуть мало пасту можно подбавить ничего страшного все готово и третий способ у нас получается при помощи строительного фена то есть если у вас нет под рукой паяльника можно диодную ленту спаять при помощи фена сейчас покажу также наносится сейчас стену чуть прогреется проблема в том что паста растекается ну вот мы прошли три способа пайки диодной ленты и самым надежным оказывается термопаста механик и паяльник и вот очень частый вопрос как припаять диодную ленту парящий профиль то есть вот у нас конец выходит диодки как припаять это на месте вот мы и обрезали можно при помощи олова все это облудить также облудить вот эти проводки это очень долго и муторно еще может на пол вас упасть и все это дело а с пастами просто макаем два проводочка в пасту вот они припаяны и следующие два проводочка макнули также один все припаялись главное не перепутать и все по цветам подключить контроллеры белый оранжевый плюс оранжевый грин ну вот сейчас данный момент проверяем диодную ленту все работает все горит также еще одна проблема возникает у монтажников изоляции проводов кто-то изоленты мотает кто-то чем-то кто на что гораздо мы используем тремовский скотч берем отрезаем небольшой кусочек отрезаем приклеиваем здесь отрезаем еще кусочек и приклеиваем его здесь то есть защищаем контакт от влаги от всего то есть и вот так вот вот это соединение не боится ни влаги ничего то есть скотч мы используем 3м vhb его же под антилинзой используем самый надежный жгучий скотч также бывает у некоторых проблемы когда там нишу делают они просто клеят с одной стороны запитывает то есть если большой поганаш то ее нужно питать с двух сторон в круг с этой стороны еще припаяться и контроллеры но когда маленький метраж там два-три метра все они так обрезают ее и все и приклеивают и уже неоднократно сжигали просто диодную ленту таким образом что они просто приклеивали к алюминиевым профилю и вот эти контакты оголенные просто контакт через профиль поэтому тоже рекомендую заклеивать этим скотчем также наложили в запасе здесь все герметично теперь этот стык уже будет держаться вечно и в конце все он приклеивается то есть у вас уже с этим скотчем диод не отклеится никогда очень частая проблема при нагревании она начинает отходить также в углах можно его использовать здесь на перегибе чтобы не законтачить с острым краем на данном уроке мы разобрали пайку диодной ленты как с ней бороться вообще потому что многие от нее отказываются не советует ее заказчик потому что просто не умеет с ней работать на этом этапе мы прошли то есть все нюансы рассмотрели как и что может случиться если у вас остались какие-то вопросы можете задать их в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки и будьте первыми с марио